Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В какие сроки делают загранпаспорт, какие документы для этого необходимы и какой паспорт лучше сделать для ребенка. Обо всем об этом мы сегодня поговорим с Еленой Александровной Скобликовой, старшим инспектором по особым поручениям отдела оформления загранпаспортов УФМС России по Рязанской области. Давайте поговорим сразу о нововведениях, какие изменения появились в порядке подачи и оформления документов. Сразу бы хотелось отметить то, что все изменения касаются заграничных паспортов, срок действия которых 5 лет. Изменилась прежде всего форма заявления и содержание заявления. Если смена персональных данных была более одного раза, то в заявлении это указать невозможно. Возможно только указать один раз. И для этого необходимо заполнить приложение к заявлению, которое называется «О сведения об изменении персональных данных». Также в новом заявлении не указывается цель получения паспорта для временных выездов за границу или для проживания за границей. И в связи с этим в паспортах, сроком действия которых 5 лет, не представляется отметка для проживания за границей. То есть как таковой отметки уже не существует. Также не указывается получение паспорта первичное, замена использованного, утраченного. Указывается паспорт, если заявление о выдаче паспорта совершеннолетнему гражданину в пункте 13, указывается сведение реквизита заграничного паспорта, то срок действия которого не истек. И если речь идет о несовершеннолетних гражданах, то это пункт 9. Тоже указывается паспорт, только сведение о паспорте, срок действия которого не истек в заграничном паспорте. А по поводу трудовой книжки, которую мы постоянно терапируем? Также упростилась процедура подачи документов в части, касающейся трудовой деятельности. Здесь гражданину уже не нужно заверять сведения о трудовой деятельности или предоставлять трудовую книжку. В данном случае гражданин сам несет персональную ответственность за полноту и достоверных сведений о трудовой деятельности. А за какие сроки делают диаграмм паспорта? Если гражданин обращается по месту жительства, срок оформления не превышает одного месяца. Если же гражданин обращается по месту пребывания, то здесь срок увеличивается до 4 месяцев. Если гражданин имел допуск к особо важным или совершенно секретным сведениям, то здесь срок уже увеличивается до 3 месяцев. Если гражданин не имеет документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства и по месту пребывания, то здесь срок составляет 4 месяца. Также законом предусмотрены и случаи, когда паспорт можно оформить за 3 рабочих дня. И эти случаи распространяются, если есть документально подтвержденные обстоятельства. Это экстренное лечение за границей, это тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. Скажите, можно ли оформить загранпаспорт через интернет? С апреля 2010 года появилась возможность подачи заявления о выдаче паспорта по сети интернет через портал государственных и муниципальных услуг. Для начала необходимо пройти процедуру регистрации на портале и получить код активации учетной записи. Это можно либо на почте России, заказанной письмом, либо в Ростелекоме. Получив код активации, необходимо авторизироваться на сайте. И в личном кабинете, в разделе сервиса, выбрать из всего перечня представленных федеральных органов исполнительной власти, выбрать федеральную миграционную службу и также ветооказываемые услуги. В данном случае заграничный паспорт 5 лет или 10 лет. Заполнить анкету, загрузить цифровое фото и отправить на адрес УФМС России по Рязанской области. В течение трех рабочих дней гражданину приходит уведомление о том, что его заявление принимается к рассмотрению. Либо не принимается к рассмотрению и указываются всем допущенные при заполнении им ошибки. Если речь идет о загранпаспортах нового поколения, то гражданин в этом же уведомлении приглашается в определенный день, конкретное время для предоставления надлежащим образом оформленных документов, фотографирования и сканирования личной подписи. Если речь идет о загранпаспортах, срок действия которых 5 лет, то здесь уведомление приходит в течение месяца по результату проверочных мероприятий. Гражданин также предоставляется на конкретный день, на определенное время для предоставления надлежащим образом оформленных документов. И в этот же день получает паспорт. Давайте еще раз перечислим документы и скажите, нужно ли брать с собой фотографию или фотографировать его только сами? Если речь идет о загранпаспортах нового поколения, то фотографирование осуществляется при подаче заявления на месте. Если речь идет о загранпаспортов, срок действия которых 5 лет, то гражданин в перечень документов входит и фото. Какой паспорт лучше оформить на ребенка, старый или новый? Здесь решают, родители сами решают, какой оформить лучше загранпаспорт, потому что закон не ограничивает, какие-то не ставят возрастные пределы по возрасту. И гражданин сами в праве лично выбирать, какой паспорт ему оформлять. Но тем не менее мы все-таки детям до 14 лет рекомендуем оформление паспорта сроком действия 5 лет, потому что детям свойственно расти, меняться, а это документ, удостоверяющий личность гражданина. И то, что представлено в паспорте, фотография должна соответствовать действительности. А если паспорт уже истекает, когда лучше оформлять новый? Вот как вы считаете? Здесь также законным не установлен срок по подаче заявления на оформление нового загранпаспорта. Гражданин сам решает, когда ему начать оформлять паспорт. Это могут быть различные причины. Закончили странички в паспорте для проставления служебных отметок. Потом это смена персональных данных, это утрата, порча документа. Как вы считаете, можно ли заранее заказать путевку без заграничного паспорта? Я бы этого не рекомендовала. Потому что для начала необходимо оформить документ, получить его, а потом уже осуществлять какие-то мероприятия по этому документу. Елена Александровна, расскажите, где подать документы на оформление загранпаспорта? Если речь идет о загранпаспорт нового поколения, то только в отделе оформления заграничных паспортов по адресу Рязань, город Рязань, улица Косочева, дом 17. Это для всех жителей города Рязани и Рязанской области. Если речь идет о загранпаспорте, срок действия которых 5 лет, для жителей города Рязани и Рязанского района документы и заявления о выдаче паспорта принимаются в многофункциональном центре на почтовой 61. А для жителей районов области это в территориальных подразделениях по месту жительства, в территориальных подразделениях Федеральной миграционной службы по месту жительства, которые находятся в районных центрах. Скажите, можно ли получить документы за близкого родственника? Нет, законом предусмотрено только выдача паспорта владельцу. И при этом никакие доверенности не предусмотрено. Если только речь не идет о несовершеннолетнем гражданине. Здесь паспорт выдается законному представителю. Мы говорили сейчас о детях. А что касается госпошлины? Чье имя указывает? Ребенка или свое? Ну, плательщиком является тот, кому оказывается государственная услуга. Ну, если проще говорить, кому оформляется паспорт, то в реквизите плательщика указывается имя отчества того гражданина, которому оформляется паспорт. Если паспорт оформляется ребенку, то, соответственно, его фамилия и имя отчества. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин